Продолжает цикл бесед Со священнослужителями Самарской митрополии Сегодня мы коснемся вопроса отношений науки и религии Противоречат ли знания, полученные в научных исследованиях, религиозному мировоззрению? Об этом мы беседуем с протеереем Алексием Богданом Настоятелем Самарского храма в честь иконы Божьей Матери Умиления В древности, в античности, оно как бы неразрывно было связано Вот знания о мироздании и религиозное сознание человека Все это продолжало, наверное, где-то до 16-го, до 17-го века Вот в средневековье, в средневековом университете даже, если мы посмотрим исторические Были и факультеты юридические, медицинские, богословские Все это как бы в одном заведении Вот эта традиция, она сохранилась в Западной Европе и вообще на Западе У нас традиция была вот эта разорвана То есть духовная школа, это отдельные какие-то виды предметов были Университет московский, петербургский Это уже точные науки гуманитарные Если мы посмотрим на состояние средневекового человека Вот многие говорят, такая нерасчлененность была, знания о природе, о мироздании и богословии Дело в том, что действительно наука как таковая, какую мы знаем Возникшая где-то в 15-16 веке, когда стали развиваться, открывались какие-то законы, формулировались концепции научные Корни в своем уходят именно в попытку объяснить устройство мира именно христианскими богословами Ну и не только христианскими, исламскими тоже занимались То есть любой человек, который исповедует бытие Творца и творение мироздания Он ищет как раз в научных исследованиях попытку подтвердить свое религиозное знание Или какие-то религиозные тексты Поэтому уверенность в том, что мир был сотворен Творцом И в основе нашего мироздания лежат какие-то закономерности Это плод богословской мысли Потому что если мир сотворен разумом, мы видим то, что он разумно устроен Если мы признаем реальность его существования То и человек пытается найти в этом мире такие же закономерности Он их оформляет в виде какой-то концепции или какого-то закона физического, к примеру Многие ученые были верующими Все знают три закона Ньютона Но мало кто знает то, что у него есть несколько томов толкования священного писания Ветхого Нового Завета Если не забываешь, там около двух десятков томов Был такой случай интересный, описывается, когда он создал макет Солнечной системы из шариков Причем приводило все это в движение, рукоятку надо было крутить Оно все это двигалось вокруг центрального шара Который символизировал собой Солнце И однажды к нему пришел его друг Но он был, скажем так, атеистически настроен Когда он увидел эту модель, подбежал, рукоятку этот крутит Говорит, Исак, я тебя поздравляю, какую ты модель создал, великолепную На что он сказал, говорит, я ее не создавал Говорит, ну как же не создавал, я же понимаю, что это ты Дальше он очень мудрую мысль такую высказал своему другу Говорит, вот ты, увидев модель Солнечной системы, сразу признал меня, как творца ее А главный прототип и главного творца ты отвергаешь Тот покраснел, ничего не смог сказать на это Знаменитый итальянский исследователь в области физики, механики и астрономии Галилео Галилей сказал Священное Писание не учит нас тому, как устроено небо Оно учит тому, как взойти на небеса Потому что есть ученые верующие, есть ученые неверующие Это говорит о том, что наука, она религии не противоречит В своей даже книге основатель квантовой механики Гейзенберг Он такую мысль интересную высказал Первый глоток из чаши естествознания делает человека атеистом Но в конце и на дне чаши он обретает Бога Потому что действительно, когда человек соприкасается с наукой Вроде все понятно, все объяснимо Но когда он вступает в область микромира, микрочастиц Который занимается исследованием элементарных частиц Он говорит, что с такими вещами сталкивается Там исчезновение, телепортация, частица на уровне, на другое Допустим, одна частица летит, а он наблюдает, что их две проходят Через дырку в стене или еще что-то То есть много таких вещей, которые не укладывают в сознание Говорят, что мы просто должны принять Поэтому чем больше, я думаю, будет новых каких-то открытий Возможно, произойдет некий синтез, некая синергия Окончательного богословия и научного знания Возможность познания окружающего мира Признание того, что он разумно и гармонично устроен Как некая математическая модель Является для нас подтверждением упования на Бога На то, что Он является творцом этого мироздания А как творец, он может не только поддерживать существование этого мира Но он может и вмешиваться в ход наших действий Может, в случае чего, даже и приостанавливать законы, которые он сам создал К сожалению, что некоторые популяризаторы науки Современно есть такая концепция даже по названию «сцентизм» То есть, что научное знание, научный метод исследования мироздания Он является абсолютной истиной То есть, они оставляют за скобками Бога-творца Как в свое время Лаплас сказал Что, говорит, я не нуждаюсь в этой гипотезе И считают то, что все в мире можно объяснить и без творческого плана, и без Бога Что все детерминировано, причинно-следственные отношения И очень легко все это объясним На самом же деле, само даже развитие научного метода И разделение науки на точные науки и гуманитарные Говорят то, что есть некий разрыв Действительно, можно что-то обозначить Предсказать к действию каких-то законов физических Что касается материального мира А вот что касается области социальных каких-то явлений Взаимодействия людей между собой Здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как свободная воля человека Который может склониться туда или сюда, куда угодно Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них Это звездное небо надо мной И моральный закон во мне Говорил немецкий философ Эммануил Кант Даже у человека неверующего Есть собственные критерии нравственной оценки Верующим человеку очень легко на это ответить Что высшая справедливость, высшая нравственность – это Бог Поэтому это тот эталон и закон Божий, на который мы ориентируемся А человек неверующий сталкивать сразу с проблемой И поэтому это может быть выродится, конечно, в такие высказывания, как в свое время сказал Владимир Ильич Ленин в одной из своих трудов То, что способствует благу революции, то и нравственно То есть, получается, на благо революции, если будешь уничтожать людей, классового врага, это будет нравственно С такой оценкой, если подходить, то, конечно, можно разрушить вообще все мироздание И посеять не гармонию, не созидать вот это божественное творение А разрушать его до основания, превращать в хаос то, что мы имеем Наука, не подкрепленная религиозным или хотя бы просто нравственным основанием Может стать опасной для человечества Много и фильмов на эту тему снимаются, фантастических Мимо фильмов тоже, особенно западных каких-то Человек может создать какой-нибудь вирус, который запустит, который уничтожит всех Просто из-за любви к своему делу А некоторые, поражаясь премудрому устройству какой-то бактерии или какого-то вируса Они готовы создать еще более смертоносные И самое печальное, что поражаясь его устройству, он отвергает главного строителя, творца Который его именно таким создает и создал Поэтому вот этот вопрос, где границы соприкосновения научного подхода Реозного подхода к осмыслению нашего бытия Он лежит в области самого человека Его разума, его духовных устремлений Потому что если он имеет веру в творца Она никогда ему не помешает исследовать космос или какие-то явления микромира Бог – творец мироздания Но и человек тоже может творить Материализовывать вещи духовного плана К примеру, когда композитор пишет музыку Ведь никто ее не слышал, никто ее не видел Никто ее даже не знает, какая она Но он написал партитуры Оркестр сыграл каждую свою партию И мы слышим гармонию каких-то звуков Опять же получается некая вот эта идея То, что он внутри своего сознания, внутри своей души это слышал Он материализовал в звуковую форму Которая доставляет какое-то эстетическое удовольствие многим Элементарная даже речь, когда мы разговариваем Это если материализация идеи какой-то, которой не видны мысли Она невидима в мысли, но мы ее материализовываем посредством языка Превращаем в какую-то форму, в звуковую волну Она достигает до наших перепонок И дальше происходит обратная операция Трансформация материи опять в духовные какие-то вещи Каждый инструмент имеет свои границы познания материального мира Глаз наш видит только определенную длину волны Белый свет А, скажем так, радиотелескоп воспринимает уже радиоволны Но он не видит рентгенское излучение Рентгенский аппарат наоборот Он воспринимает, может пронизывать с собой любой материальный предмет Но, допустим, для него недоступный спектр И рентгенские снимки мы все видели, какие черно-белые И получается, что попытка исследовать духовные вещи Многие так говорят, вы не покажите, вы не докажите Возможность дать и проверить опыт на бытие Бога Или еще что-то Тогда, говорят, я уверую Люди, которые так заявляют, они совершают ошибку Потому что они пытаются духовные вещи опробировать материальными какими-то инструментами Увидеть при помощи фотографий, при помощи еще чего-то Во время Великой Отечественной войны Паисий Святогорец, тогда еще Арсений Изнепидис, служил радистом Позже Святой Старец на вопрос о познании Бога говорил так У тебя есть приемник Если ты не слышишь, это еще не значит то, что волн нет Ты должен настроиться на определенный канал Если мы смотрим на возможность чувственного восприятия окружающего пространства Можно пойти несколькими путями Первый – это тот, который предлагался в античности То есть древние греки, они говорили, что человек наделен органами чувств Их пять, как известно Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус А вот греки разделяли мир на две составляющие Что есть чувственный мир, который можно постигать чувственными органами чувств А есть сверхчувственный мир, который постигается умом Они так и называли умопостигаемые вещи То есть получается, в этом случае, если мы так подходим к окружающему нас мирозданию Мы можем спокойно двигаться и не отходить ни от науки, ни от религии Потому что мы признаем бытие чувственного мира материального и сверхчувственного Поэтому греки ум относили как органы чувств Современная наука, она вот эту концепцию не принимает Что ум – это ум, да, можно размышлять, но Покуда ты не потрогал руками, значит, этого не увидел, значит, этого не существует Блаженно чистые сердцем, ибо они узрят Бога Гласит одна из заповедей блаженства, произнесенных Господом в Нагорной проповеди Это как раз о том, что у человека есть еще один орган чувств Которым постигается духовная реальность – сердце Конечно, подразумевается не анатомический орган, который как насос толкает кровь у нас А он, который в себе средотачивает воли и заявления человека Духовные и его устремления душевные И вот поэтому, вот с этой точки зрения, конечно, человек, будучи ученым каким-то Он не входит в противоречие с своей верой Неважно, кто он, христианин или мусульманин Если он верующий человек, он всегда разграничивает вот эти вещи Что материальный мир, он имеет свои границы познания Он имеет свой инструментарий познания, свой метод исследования Вера, она относится, как написано в Писании Вера – это есть уверенность в невидимом Поэтому, если мы знаем то, что есть невидимый мир Мир духовный, который нельзя увидеть и пощупать как-то Это уже предмет, конечно, веры непосредственно человек Но вот бывает, что даже само научное мировоззрение основано на какой-то вере Изначально, допустим, берется какая-то аксиома Будь то это в математике прямая линия, параллельная линия, какая-то точка Или какие-то допущения, допустим, как в физике абсолютно черное тело Потому что реальность совершенно немножко даже другая И получается, даже в самом научном методе есть такие допущения, которые принимаются на веру С другой стороны, понятно, что познание о мироустройстве Даже среди научной среды признается то, что мы не имеем полной объективности Если мы посмотрим историю развития науки, начиная с античности до нашей времени Это постоянная смена концепции, попытка построить какую-то новую модель Которая бы объяснила все явления природы Возможно, что, я так надеюсь, наверное, к этому и придет Что, в конце концов, ученые сообщества скажут, что да, наука – это свой путь к Творцу Скажем, последний предмет исследования уже будет духовный мир Потому что, если идет, опять же, с точки зрения научной революции Набор каких-то фактов, которые уже невозможно игнорировать Факты, допустим, различных чудес Ну, к примеру, там, мироточение икон там или еще что-то Доверие священному писанию, как откровению Божию Снимает с верующего проблемы познания, над которыми бьются ученые Научные знания, вот эти, научные концепции Они не могут претендовать на истинность Поскольку идет постоянное вот это обновление баз данных Постоянное появление новых каких-то явлений Которые в открытии новых каких-то законов Которые ставят множество вопросов Проблема еще в том, что мы находимся в данной системе координат Мы живем как часть данного мира Поэтому судить о его конечности или бесконечности мы тоже не можем Потому что нужно быть вне него Выйти на какой-то иной уровень восприятия вообще этого мироздания И поэтому, поскольку мы познаем, используя свой разум Наверное, познание мироздания будет до бесконечных происходить Ангелы знают, они были свидетелями творения мироздания Поэтому они знают, как устроен мир Мы ограничены Ограничены и пространством, и временем, и сроком жизни И объемом нашей черепной коробки А мы пытаемся познать все абсолютно Все можно знать только о Господе Если кому-то дано что-то, как талант Божий Для свершения каких-то научных Для каких-то научных открытий Он будет, наверное, перед Богом отвечать, как он талант использовал Во благо цивилизации нашей или, наоборот, во вред Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok